Вы как-то упомянули, что смысл не в том, чтобы пытаться изменить прошлую карму. Поэтому не могли бы вы рассказать о силе намерения и о том, почему намерение так важно. В книге вы привели прекрасные примеры, которые иллюстрируют, что вы можете делать одно и то же, но для того, сколько кармы вы накопите, имеет значение именно ваше намерение. Как-то раз Шинкаран Пилай пришел к своему юристу, чтобы развестись с женой. Юрист спросил, «Но почему? У вас же все было хорошо. В чем проблема?» Шинкаран Пилай сказал, «Она совсем не умеет вести себя за столом. У нее ужасные манеры. Не могу с ней больше жить». Адвокат спросил, «Но вы женаты уже 18 лет. Почему вы только сейчас обратили внимание на ее манеры?» Он сказал, «Но вчера днем я случайно взял в руки книгу про обеденный этикет. Прочитав ее, я понял, что она совсем не умеет вести себя за столом. Поэтому я хочу с ней развестись». Так что люди постоянно меняют свои намерения. Придерживаться определенного намерения означает придерживаться основного плана. Остальная часть плана может идти как угодно, по прямой, по кривой или зигзагом, мы не знаем. В жизни бывает много разных ситуаций, но главное намерение должно оставаться неизменным. Однако вы не сможете удержать свое намерение, если не измените свое отождествление. В том смысле, что когда вы слишком сильно отождествляетесь со своим телом, интеллектом или эмоциями, вы можете действовать только как отдельная личность. Итак, ваше намерение имеет важное значение. Но в то же время, с чем вы себя отождествляете, имеет большее значение, чем само намерение, которое является лишь следствием вашего отождествления. Если вы приняли образ очень сильного человека, то увидите, что несмотря на самые благие намерения, могут произойти ужасные вещи. Я должен сказать вам, что самые ужасные вещи на планете совершались людьми с самыми благими намерениями. Люди, которые верили, что творят великие дела, делали ужасные вещи. Люди, которые и сегодня считают, что выполняют работу Бога, творят в мире ужасные дела, потому что намерение при ограниченном отождествлении может стать очень мощным оружием. Самое главное — расширить свое отождествление. От того, насколько мало или велико ваше отождествление, будет зависеть даже само ваше намерение, ваша способность создавать намерение, каким именно оно будет. Пожалуйста, поймите, что даже у преступника есть сильное намерение. Многие нации, предприятия, различные королевства прошлого — все они считали свое намерение завоевать мир благими. И вы знаете последствия этих намерений. Как много страданий принес нам империализм. Может быть, в этой части света не так сильно, но тоже в какой-то степени. Но в других частях света, в Африке, Азии, люди вкусили горькие плоды империализма. Им пришлось пройти через многое. Однако в умах его создателей это намерение было мощным, прекрасным стремлением создать единый мир. Поэтому очень важно сначала расширить свое отождествление. Стоит вам расширить свое отождествление от ограниченной личности до целого космоса, тогда намерения будут приходить естественным образом. Видите ли, с чем бы вы себя не отождествляли, у вас всегда самые лучшие намерения. Вам не нужно их культивировать. Когда у вас маленький ребенок, вам не нужно думать, «Я сделаю для него самое лучшее». Это же нелепо. Вы даже не нуждаетесь в таких мыслях. Когда вы считаете что-то частью себя, безлучное намерение по направлению к этому приходит к вам естественным образом. Вы просто должны воспринимать этот мир как часть себя. Вы должны видеть всю Вселенную как часть себя. Субтитры создавал DimaTorzok